Не утихают споры вокруг скандального увольнения Сергея Соседова, который больше не будет вести программу «За гранью» на канале НТВ, чем же займется звезда. Сергей Соседов 9 декабря отработал свой последний рабочий день в студии программы «За гранью» в качестве ведущего. После чего шеф-редактор проекта попрощалась с ним, сообщив, что руководство канала НТВ в его услугах больше не нуждается. Шоумен очень оскорбился и счел, что с ним поступили не по-человечески. Ведь он два года тянул на своих плечах социальное шоу, пытался разрешить проблемы героев и обеспечивал хорошие рейтинги. Вторично он обиделся на телебоссов, когда узнал о назначении на свое место Тимура Иремеева. В разговоре со стархитом Соседов долго смеялся, а затем резко ответил «Мне стыдно, что после меня берут такого человека». Ну а чем же займется звезда дальше? После того, как он исполнил песню на проекте «Суперстар», многие стали шутить, мол, пора начинать концертную карьеру. И, как оказалось, такие мысли Соседова посещают. Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным. И я обязательно запишу новые песни, назло всем завистник, а петь мне или нет, играть или нет, кого любить, все это не их дело. Известный телеведущий не закрывает себе дорогу на экраны. По его словам, никто не владеет такими интонациями, интеллектом и энциклопедическими знаниями, как он. Поэтому работы ему всегда хватит. Просто теперь шоумен будет разборчив в выборе проекта. Дело в том, что ему интереснее работать в своей области, то есть в музыкальной, где он может показать свой кругозор, научить чему-то молодых коллег. Есть и другие проекты, в которых я буду участвовать. Мне нужна программа об искусстве, с людьми творчества, актерами и певцами, но не с маргиналами. Программа на НТВ давила, атмосфера была там очень тяжелая, а хочется оптимизма и хоть немного радости. Отметим, что Сергей Соседов один из самых известных музыкальных критиков страны, который стал популярен после шоу «Акулы-пера». Долгие годы он писал музыкальные колонки для разных газет и журналов, а затем стал телеведущим. Причем занимался не только шоу «За гранью», но и другими проектами. В частности, судил конкурс «Фактор Бай» в Белоруссии.